Чериков – тихий провинциальный городок в 40 километрах от российской границы. В прошлом году белорусские власти признали Чериковский район одним из самых отстающих в стране. Свободных рабочих мест здесь практически нет. Там, где есть работа, зарплаты небольшие даже по белорусским меркам. Через несколько недель после вынесения смертных приговоров двум местным жителям, городок живет обычной жизнью, но мнения о справедливости здесь разделились. Ростыр – это легкое. Так вон туда, в север завязали и выпустили в тундру, чтобы они там помирали, как и она. По-моему, они вполне заслужили. Они еще молодые, как я знаю. Ну, расстрел как-то это жесткостью, наверное. Дом семьи Костевых в Черикове опустел. Еще недавно здесь вместе с четырьмя малолетними детьми жила старшая сестра братьев Костевых – Анна. Из этого дома ее братья ушли в ту ночь, когда совершили убийство. Восстановленный дом жертвы совсем рядом. Девушки убитой женщины отказались. После того, как братьям Анны, Илье и Станиславу вынесли смертный приговор, она уехала из родного города, опасаясь за жизнь своих детей. Интервью мы записываем в другом городе, чтобы не раскрывать нынешнее место жительства девушки. Когда все в апреле произошло, начались угрозы в соцсетях. Там мы и тебя убьем, и детей твоих, и мрази, и твари. Ну, то есть, что и нас. Всех надо уничтожить, убрать. Однажды был случай ночью. Я оставалась дома одна с детьми. Саша, мой брат, уехал в Москву на заработки. Кто-то ломился в двери, стучал в окна, открывая, будем разбираться. Я очень перепугалась и вызвала милицию. Ну, пока милиция доехала, это было, наверное, минут 20 по времени, уже никого не стало. Анна с ужасом вспоминает не только то утро, когда узнала о преступлении, которое совершили ее братья, но и момент, когда 19-летнему Стасу и 21-летнему Илье суд вынес смертные приговоры. Я вообще раньше, честно говоря, не знала, что у нашей Беларуси есть такой вид наказания, как смертная казнь. То есть, я, наверное, считала, что самая такая строгая мера наказания – это пожизненная. Когда озвучивался приговор, еще не договорил судья, люди начали хлопать. Несколько месяцев назад Анна узнала, что родственников, осужденных на смертную казнь, в Беларуси не уведомляют ни о дате, ни о месте расстрела. Близким не сообщают о том, куда отправляют тела казненных заключенных. Обычно о расстреле семьи узнают случайно – от сотрудника СИЗО при попытке получить свидание или в уведомлении из мест заключения в ответ на свои письма. Убыл по приговору. Это наказание не для тех, которых осудили на смертную казнь, это наказание для самих родственников, потому что ты не знаешь, когда твой ребенок умер, где умер, то есть куда потом сходить, кого-то помянуть. Это и есть наказание не для самих осужденных, а для родственников. Знать, что вот он тебе только недавно прислал письмо, и потом тебе пришлют бумагу, что все, приговор приведен в исполнение, это самое жестокое, что ничего в память этого человека не останется. Мама Ильи Станислава Костевых, как и Анна, уже более полугода получает угрозы в соцсетях. Пишут оскорбления, угрожают. По поводу себя я не боюсь. Я только буду бороться за жизнь, и если эта жизнь оборвется, то это очень тяжело. Я боюсь за свою дочь, за своего сына, за своих четырех внуков, которых тоже, говорят, мы порежем на лоскучья, а потом тебя, извиняюсь за выражение, мы тоже будем сразу изнасилуем, а потом мы тебя тоже будем резать. Тебя будет больше на живых ранений, чем учительницы. Наталья говорит, что ей тяжело смириться с тем, что совершили ее сыновья. Утром дочь позвонила в слезах, что, мама, наши ребята, походу, убили учительницу. Естественно, у меня это необъяснимо было. Я и сознание потеряла, меня там девочки приводили в чувства всеми подручными способами. Это, естественно, мы как с дочкой не верили в это, что могли ребята такое сделать. Как мать, наверное, я не верю, что могли, потому что я их учила как женщина, как любящая мать. Их учила, чтобы они не обижали слабых, заступали за младших, помогали старикам, пожилым людям. Вот как меня родители учили, так и я их одна как женщина учила, чтобы они только помогали. Через несколько месяцев сыновей Натальи ждет рассмотрение апелляции в Верховном суде. Если ее не удовлетворят, помиловать ее сыновей по закону сможет только один человек – Александр Лукашенко. Я бы хотела обратиться к нашему уважаемому президенту Александру Григорьевичу. Александр Григорьевич, я та мать, которых двух ребят приговорили к смертной казни. Я очень сожалею в этом. Я их не оправдываю, не хочу оправдать. Да, они совершили очень жестокое преступление. И как я мать, я прошу у вас о помиловании. Беларусь остается последней страной Европы и СНГ, которая применяет смертную казнь. Власти страны не публикуют официальные статистики по судебным расстрелам. По данным правозащитников, с 1991 года по приговору суда в Беларуси были расстреляны более 300 человек. За все время своего правления Александр Лукашенко помиловал только одного приговоренного к смерти. Субтитры создавал DimaTorzok